Ваша сила в безмолвии 28 марта 1993 года Добрый день! Хорошо снова быть здесь вместе с вами. Большинство из вас пришло послушать слова, но я хочу сказать, что само послание находится в промежутках между словами, в безмолвии, когда нет никакой речи. Это и есть послание. Вон где находится истина, вот где находится реальность. Она находится там, где нет ни звуков, ни слов. Слова нужны только для того, чтобы мотивировать вас замолчать. Вот и все на что годны слова. Песнопения и слова нужны только для того, чтобы успокоить ум, чтобы удержать вас в покое. Ваша реальность в безмолвии. Ваша сила в безмолвии, а отнюдь ни в шуме, ни в разговорах. Постарайтесь большую часть времени пребывать в безмолвии. Не вовлекайтесь в слишком большое количество разговоров. Люди говорили с незапамятных времен. И чего они этим добились? Посмотрите на мир. На то, в каком ненадежном положении он находится. Все происходит из-за постоянного говорения, говорения и говорения. «А теперь вы пришли сюда, чтобы послушать, что буду говорить я. И это только еще больше запутает вас. Но я заявляю, что вы должны прекратить говорить. Вы должны отказаться от всех догм, всей путаницы и бессмыслицы. Бросьте все это и успокойтесь. Будьте спокойны и знайте, что я есть Бог. Если вы пребываете в покое, то будете чувствовать присутствие силы. Вы будете чувствовать абсолютную реальность, то, чем вы являетесь. Только в безмолвии вы можете чувствовать это, этот покой. Не в шуме, но в покое и в безмолвии. Только тогда вы почувствуете покой, гармонию и радость. Многие ли из вас счастливы? Мы счастливы. Многие ли из вас по-настоящему действительно счастливы? Иногда. Смех. Многие ли из вас по-настоящему действительно на самом деле счастливы? Нет, не настолько. Ученики смеются. Очень немногие. Мы все еще верим, что счастье зависит от вещей, мест и людей. Мы по-прежнему считаем, что если мы выиграем в лотерею, то будем некоторое время счастливы. Вы верите, что если вы встретите нужного человека, то будете счастливы. Вы верите, что если все будет идти по-вашему, то вы будете счастливы. Сколько раз вам удавалось сделать это, но вы все равно не были счастливы? Счастье длится недолго. Материальное счастье уходит. Сможете ли вы поверить, что есть такая штука, как чистое непрерывное счастье? Такое счастье, которое всегда рядом с вами, которое постоянно остается с вами, которое всегда неизменно. Да, друзья мои, есть такое счастье. Если вы однажды почувствовали его, то никогда не будете прежними. Это счастье, которое приносит вам блаженство и радость, которое пробуждает вас к истине вашего подлинного «я». Такое счастье – это вы сами. Оно ваше по праву рождения. Это то, чем вы на самом деле являетесь. Но вы так долго искали его не там, где надо. Знаете ли вы эту песню «Я ищу любовь, но все время не там, где надо»? Если это счастье находится внутри вас, то все, что вам нужно сделать – это обратиться внутрь. Это счастье не снаружи. Оно не заключается в лучшей работе, в лучшем человеке, в большем количестве денег или более крепком здоровье. Оно не имеет абсолютно ничего общего со всем этим. Хотя кажется, что именно так и есть. Мы все рождены для того, чтобы, так сказать, умереть. Никто не будет жить вечно. Что бы вы ни накопили, что бы вы ни сделали в этой жизни, вы не сможете забрать это с собой. Так почему же вы стремитесь к вещам, которые не можете взять с собой? Имеет ли это смысл? Вы не сможете взять с собой людей, которые вам дороги. Вы не сможете забрать с собой ваш диван или ваш дом. Вы не сможете забрать с собой ваш автомобиль. Вы даже не сможете забрать с собой свое тело. Все остается позади. Однако большинство из нас совсем не хотят думать об этих вещах. Мы не хотим думать, что нам придется с чем-то расстаться. Мы считаем, что будем жить вечно. Какая злая шутка. И все же внутри вас есть бесконечность. Внутри вас есть радость, которая никогда не умирает. Которая живет вечно. Что это такое, что живет вечно? Узнайте это. Я не собираюсь говорить это вам. Сделав это, я бы испортил вам все удовольствие. Вы не то, чем себя считаете. Вы не то, чем кажетесь. Забудьте обо всех ваших проблемах, всех ваших радостях и печалях. Обо всем вашем счастье. Забудьте обо всех этих вещах. Они абсолютно ничего не могут сделать с вами. Они ничего не могут сделать для вас. Перестаньте думать. Успокойте свой ум. Станьте спокойными и умиротворенными. И тогда вы почувствуете присутствие. Вы почувствуете силу. Чувствуете ли вы это, когда пребываете в тишине и безмолвии? Ощущаете ли вы огромную силу, огромное блаженство и радость? Это пребывает в вас, когда вы находитесь в безмолвии. Когда вы радуетесь вашим истинным «Я». Когда вы принимаете прибежище вашим истинным «Я». Когда вы любите свое истинное «Я». Пытались ли вы когда-нибудь по-настоящему любить ваше истинное «Я»? Я не говорю о вашем эго, о том, чем вы кажетесь. Я говорю о том, чтобы любить истинное «Я», реальное «Я». Истинное «Я», которое всегда было и которое всегда будет. Вы прямо сейчас есть это истинное «Я». Такие, какие вы есть. Ничто не должно измениться. Вы говорите, что ничего не должно измениться, что вся ваша жизнь испорчена. Если ничего не должно измениться, то оно должно измениться. Вы видите неправильную картину. Испорченная жизнь, она не ваша. Вы не имеете к ней вообще никакого отношения. Если вы любите истинное «Я», то вы любите то истинное «Я», которое вечно, которое представляет собой абсолютную реальность, сознание, чистое осознавание. Вот это и есть ваше истинное «Я». Задумывались ли вы когда-нибудь о себе, как о чистом осознавании, полной свободе, полном блаженстве, безграничном пространстве. Безграничное пространство, всепроникающее и вездесущее, и это ваша истинная природа. Почувствуйте себя тем. Забудьте о вашем теле. Перестаньте думать о нем, оставьте его в покое. Тело – это не вы. Оно никогда не было вами. Вы – это безграничное пространство, чистое осознавание, красота, радость, вечное блаженство. Вы должны начать видеть себя таким образом. То, что вы видите, тем вы и становитесь. То, что вы чувствуете, тем вы и становитесь. То, о чем вы думаете целый день, тем вы и становитесь. Что думаете вы о себе весь день? Как вы видите себя? Как вы относитесь к себе? И это важный вопрос. Ибо вы есть то, что вы видите. Есть только одно истинное «я». И вы есть то. Но если вы видите что-то кроме этого, то это уже не моя вина. Почему вы видите путаницу, хаос, беспорядки, болезни, бедность, нужду? Кто говорит, что вы видите это? Еще с того времени, когда вы были совсем маленькими, вам промыли мозги так, что вы поверили, будто существует вселенная, в которой вы должны сражаться и что-то преодолевать. Все это ложь. Вы ничего не должны преодолевать, потому что никогда не было ничего такого, что вам нужно было бы преодолевать. Вы – это чистое сознание, чистое бытие. И это ваша природа. И если вы будете видеть все в качестве брахмана, если вы будете думать, что все есть брахман, то вы станете брахманом. Если вы будете видеть все как нужду и ограничение, то вы станете нуждой и ограничением. Вы контролируете это. Вы отвечаете за это. Никто не может контролировать вас, ибо вы – это сила. Вы – хозяин всей силы, которой только существует. Вся эта сила находится внутри вас. Это все вы. Вы есть то. Вы всегда были тем. Что заставляет вас думать, будто вы являетесь чем-то другим? Пробудитесь к истине. Пробудитесь к реальности. К вашей реальности. Единственной реальности. А что насчет этого мира? Этот мир подобен сновидению. Вот и все. Это просто сновидение. Оно приходит и уходит. Сегодня оно есть, а завтра оно ушло. Разве вы увлекались бы вы в сновидение, если бы не думали, что оно реально? Если бы во сне вас связали дикорей и собрались сварить вас живьем, разве пытались бы вы потушить огонь и сбежать после того, как проснулись? Вы бы смеялись. Вы бы видели, что все это сон, что ничего такого не происходит. А сейчас вы уже проснулись. То же самое с этим миром и вселенной. Вещи кажутся реальными, и это заставляет вас реагировать на них. Вы пытаетесь что-то изменить, вы пытаетесь улучшить этот мир. Однако вы делаете все это в сновидении. И тогда вы говорите, «Разве я не должен делать что-то хорошее в этом мире? Разве я не должен помогать другим?» До тех пор, пока вы пребываете во сне, помогайте другим. Творите в этом мире добро. Делайте то, что вы можете, чтобы облегчить боль и страдания других людей. Но когда вы пробудетесь, тогда увидите, что никогда не было никаких других. Нет никаких других, а есть только одно. Есть только одна реальность. И вы есть то. Никогда не было никаких других. Но до тех пор, пока вы не испытали переживания этого состояния, вы должны продолжать совершать добрые дела. Делайте то, что можете, для того, чтобы облегчить страдания этого мира. Имейте сострадание и милосердие. Помогайте другим всем, чем можете. Но все время работайте над собой. Всегда работайте над собой. Никогда не прекращайте работать над собой. Каким образом вы работаете над собой? Всякий раз, когда с вами что-то происходит, когда вы видите в мире что-то, с чем вы не согласны, что-то, что вам не нравится, когда у вас есть ощущение внутреннего беспокойства, вопрошайте, кому это пришло, «Кто испытывает это чувство? Кому это пришло?» И вы говорите «Это приходит ко мне. Я чувствую это». И тогда вопрошайте далее «Кто я?» Этот процесс называется самоисследованием или прямым путем. Он позволяет миновать любые виды медитации, йогу, пранаяму. Он выходит за пределы всего этого. Он выходит за пределы всего. Это прямой путь самоисследования. Он хорош для всех. Каждый человек может практиковать его. Как только вы встаете утром, как только к вам приходят мысли, вы тут же спрашиваете, «Кому приходят эти мысли?» Независимо от того, какие это мысли, вы спрашиваете себя, «Кому это приходит?» Кто переживает эти мысли? Кто чувствует это? И последует ответ «Я». Тогда вы вопрошаете дальше «Кто я?» На самом деле вы говорите, что является источником этого «Я». Вот что вы на самом деле имеете в виду. Откуда пришло это «Я»? Что является его источником? «Я» — это корневая мысль. Корневая мысль — корень всех мыслей. Если вы сможете заставить замолчать «Я», то все другие мысли уйдут вместе с ним. Вы не должны пытаться удалять мысли или изменять их. Вы просто избавляетесь от «Я», которому принадлежат эти мысли. Когда «Я» будет устранено, то же самое произойдет и со всеми вашими мыслями, и вы будете дома. И это вы должны практиковать день и ночь. Это лучшая в мире психотерапия. Всякий раз, когда что-то беспокоит вас, независимо от того, что это такое, всякий раз, когда что-то раздражает вас, когда что-то беспокоит вас, вопрошайте внутри себя. Кому это пришло? Кто чувствует это? Кто чувствует это? И, конечно, вы скажете «Это «Я». «Я» — это ответ. Откуда приходит то «Я», которое чувствует это? Неужели «Я» и есть это «Я»? Нет, я не мог бы сказать «Это «Я». Кто это «Я»? Откуда оно взялось? Как оно появилось? «Я» — это только мысль. Оно не имеет ни обоснованности, ни реальности. Это только мысль. Следуйте за «Я» к «Я» к его источнику, наблюдая его, глядя на него. Когда вы будете делать это, к вам снова будут приходить какие-то мысли. И тогда вы будете повторять эту процедуру снова и снова. Кому это пришло? Кто чувствует это? Кто думает об этом? «Я»? Что такое «Это «Я»»? Кто такое «Это «Я»»? Откуда оно взялось? Откуда взялось «Я»? Вы делаете следующее. Вы отделяете себя от «Я». Медленно, постепенно, понемногу вы отделяете себя от «Я» мысли. И в один прекрасный день «Я» просто полностью исчезнет. Вы станете абсолютной реальностью, чистым осознаванием. Но вы должны постоянно практиковать это. Когда вы ложитесь спать, когда вы просыпаетесь, в общем, всегда. Кто «Я»? Это означает следующее. Каков источник этого? Кому приходят эти мысли? Кто чувствует себя подавленным? Кто чувствует себя обеспокоенным? Кто чувствует себя не в своей тарелке? Я. Кто «Я»? И вы должны стремиться к внутренней свободе. Вы должны стремиться к абсолютной свободе. Вы должны сделать это самым главным в вашей жизни. Вы становитесь тем, что является главным в вашей жизни. Задумайтесь на минуту, что является самым важным в вашей жизни. Быть свободными? Иметь миллион долларов? Если у вас есть миллион долларов, то вы должны ходить на работу и делать множество разных вещей для того, чтобы разбогатеть. Это займёт всё ваше время, и однажды вы упадёте замертво. Таком будет конец всему этому. Если же вы умны, то вы попытаетесь выяснить истину о вашей реальности. Что такое реальность? Кто «Я»? Откуда я пришёл? Что самое главное в жизни? Это всё находится внутри вас. Все ответы находятся внутри вас. Они ждут возможности выразить себя. Перестаньте тратить время и начните старательно практиковать этот метод. Не имеет никакого значения, где вы находитесь и что вы делаете. Вы можете везти автомобиль, смотреть телевизор, мыть посуду, работать в офисе. Любой человек может практиковать «Кто я». Теперь почувствуйте безмолвие. Безмолвие, в котором мы находимся, это не безмолвие. И это за пределами объяснений. Когда я говорю о безмолвии, то говорю о реальности, Боге, сознании. Почувствуйте это. Почувствуйте это прямо сейчас. Если вы чувствуете это, если мысли приходят к вам, спрашивайте себя, кому это приходит? Кто чувствует эти мысли? Кто обеспокоен этими мыслями? Я. Хорошо. И кто я? Это метод, который определённо приведёт вас домой, если вы будете практиковать его. Не думайте о том, сколько это займёт времени. Потому что времени не существует. Это напоминает историю ученика, которому учитель передавал все эти истины. И этот ученик постоянно спрашивал, «Учитель, сколько времени потребуется мне для того, чтобы достичь цели? Много ли времени на это пойдёт?» Он целый день морочил учителю голову. Наконец учитель сказал ему, «Пойдём со мной». Он повёл ученика к озеру и приказал тому смотреть на воду. Когда ученик сделал это, учитель толкнул его в озеро, а потом долго держал его голову под водой. Когда он наконец вытащил его за волосы из воды, он поглядел студенту в глаза и спросил его, «Чего ты хотел больше всего на свете, когда задыхался под водой?» И ученик, жадно хватая ртом воздух, ответил, «Воздуха, воздуха!» И мастер сказал ему, «Если ты жаждешь истины, так же, как ты жаждал воздуха, то ты обретёшь её. Если ты хочешь быть свободным так же сильно, как ты хотел воздуха, то ты станешь свободным». То же самое и с нами. Ещё раз. Что мы ставим на первое место в нашей жизни? Во что мы вовлекаемся? Подумайте во всей той ерунде, которая происходит в нашей жизни. Нужны ли нам все эти глупости? Бросьте это. Бросьте всё. Ваша истинная природа – это абсолютная реальность. Ваша истинная природа – это блаженство сознания. Ваша истинная природа – это чистое осознавание. Вы – это Брахман, который всегда был и всегда будет. Прямо сейчас вы – это Вселенная. Наслаждайтесь этим, примите это и будьте свободны. Пауза, после которой запись внезапно возобновляется. Поставь гуру в тупик, в который вы можете задать любой вопрос. Если вы поставите меня в тупик, то пересядете на моё место, а я – на ваше. Так что не стесняйтесь, спрашивайте о чём хотите. Группа очень любознательных людей. Какую функцию выполняет в этом мире зло? Кому приходит зло? Кто переживает зло? Есть ли такая вещь, как зло? Вот как это выглядит. Есть ли действительно зло? С логической точки зрения, зло предстаёт перед нами как очистительный процесс. Ни человеческое, так сказать, существо, ни, так сказать, мир не существует. Похоже, время от времени происходит очищение. Земля очищается с помощью землетрясений, катаклизмов и прочих подобных прелестей. И всё становится свежим и новым и начинается сначала. А человек, по-видимому, очищается через страдания. Вы проходите через определённые страдания и выходите из них красивыми и счастливыми. Правда, это может быть не в этой жизни. И это подобно цветку. Например, вы сажаете семя розы. Если бы вы были размером с атом и наблюдали семя розы, то вы бы увидели, как происходит огромный взрыв, подобный ядерному. Для того, чтобы роза смогла взойти, семя должно быть уничтожено. Должен произойти взрыв, после которого взойдёт прекрасная роза. Другими словами, если бы не было взрыва, то не было бы и розы. Это касается всего, что происходит в жизни, в том, что кажется жизнью. Так что происходит нечто, о чём вам ещё в детстве говорили, как о зре. И мы отделяем его и говорим, это зло, а это добро. Это правильно, а это неправильно. Всё это происходит в вашем уме. Всё происходит в вашем уме. Не дайте уму двигаться, тогда всё остановится, и для вас больше не будет зла. Вот почему написано, зло находится в глазах смотрящего. Так что это то, что вы видите. В одной и той же ситуации вы можете видеть зло, а другой человек – гармонию и радость. Это зависит от того, кто смотрит, кто видит. Таким образом, вместо того, чтобы пытаться различить добро и зло, правильно и неправильно, погрузитесь внутрь себя и выясните, кто вы есть. И тогда вы увидите, есть ли в мире какое-то зло. Роберт, что может мотивировать человека к тому, чтобы он стремился достичь освобождения? Не такое суровое, как у того парня, который тонул и мечтал о глотке воздуха. Можно ли что-то сделать для этого? Начните постоянно и спокойно работать над собой. И тогда придет время, когда у вас появится такое желание, такое чувство. Когда вы смотрите на этот мир, он беспокоит вас, и вдруг вы понимаете, почему я следую за этим миром, почему я позволяю миру беспокоить меня, почему я реагирую на этот мир. И вы будете идти все глубже, глубже и глубже. Если вы будете все время ходить на сатсанг и продолжать изучать все эти вещи, то обнаружите, что вы постепенно становитесь все меньше и меньше, а ваше истинное я становится все больше и больше. И в конечном итоге вы победите. Так что не думайте, что вы не делаете этого. Не думайте, что у вас нет желания. Просто есть вещи, которые вас удерживают. Просто делайте все, что можете. А когда вы не практикуете, делайте добро другим людям. Имейте сострадание к миру. Обращайтесь с ним как можно лучше. И все само позаботится о себе. Нам трудно смотреть на себя и думать, делаем мы успехи или нет. Мы не можем сами оценить свой прогресс. Но с любым человеком, который приходит на подобный сатсанг или самостоятельно практикует эти вещи, что-то происходит. Внутри вас происходит что-то замечательное. И однажды вы почувствуете это. Просто продолжайте практиковать, практиковать и практиковать. И тогда скоро вы окажетесь дома. Не бойтесь. Все хорошо. Роберт, насчет идти все глубже, глубже и глубже. Похоже ли это на то, как вода становится все горячее, горячее и горячее? И нет такого ощущения, будто что-то происходит. Это по-прежнему старая, добрая вода. Но есть точка, в которой вода начинает закипать. Есть точка, в которой она начинает испаряться и полностью превращается из воды в пар. А затем вода совсем исчезает. Похоже ли это на все большее и большее погружение в безмолвие? Есть ли какая-то определенная точка, в которой мы просто испаряемся или совпадаем с реальностью, а затем все... Ну вы знаете. Это прекрасная аналогия. Если она вам нравится, то вы вполне можете ее использовать. Дело в том, что давно, лет двадцать тому назад, я заметил, что со мной случилось что-то серьезное. Это произошло совершенно случайно. Я перестал читать книги и посещать какие-либо встречи. Сейчас, оглядываясь назад на то, что произошло, я могу сказать, что это было похоже на постоянное падение в пустоту, продолжавшееся в течение нескольких дней. Затем настал момент, когда не было абсолютно ничего, только глубокая пустота. А потом был какой-то огромный страх. И когда я оглядываюсь на это, то мне кажется, что это было похоже на смерть. Еще более глубокая пустота и вообще никакого движения. После этого что-то произошло, и это было как взрыв. Поэтому безмолвие кажется чем-то таким, что позволяет нам молчать в уме. И кажется, вот-то ничего не происходит. И я оглядываюсь на это и вспоминаю, какая была разница между безмолвием абсолютной смерти, которая длилась всего несколько минут, и тем моментом, когда после этого возвратился ум, а затем вернулись желания. Но это казалось совершенно иным способом бытия. Попробуйте это снова. В тот день это произошло случайно. Это было похоже на совпадение. Это не было чем-то, о чем я знал и чего старался достичь. Это произошло само по себе. Это произошло совершенно случайно. Я не знал ни одного учения и не прочел ни одной книги на эту тему. Это самый лучший способ, которым это может произойти. Что произошло? Почему это ушло? Ум вернулся. Ум вернулся, и первая мысль была такой. Как я могу так жить? Смотрите, это означает, что мне кажется, что у вас этого никогда не было. Если бы вы действительно достигли этого, оно никогда бы не ушло. Так что же это тогда было? Это не было реальным, но это было своего рода и… Да, у вас было хорошее духовное переживание. Вы дошли до определенного уровня, но там еще не было истинного «я». Но по крайней мере, вы знаете, что существует что-то. Это делает вашу веру более сильной. Потому что, если бы вы не испытали никаких переживаний, то вы бы не знали, существует ли что-то подобное. Но так как у вас было переживание, то вы знаете, что это существует. Но самое смешное заключается вот в чем. Вы все знаете, что мы ищем чего-то. Так вот, самое смешное в этой маленькой истории заключается в том, что она произошла абсолютно из ничего. Вообще из ничего. У вас снова будет это переживание. И на этот раз оно останется с вами. Оно не уйдет. Все хорошо. Сейчас мэрия кое-что нам почитает. Мы читаем это раз в год. И это называется «Помните, ради чего вы пришли сюда». Все события в жизни формируются в соответствии с божественным планом. То, что должно произойти, произойдет. То, что не должно произойти, не произойдет, какие бы усилия ни прикладывал человек. Насчет этого Рамана был весьма категоричен. Когда Дева Раджа Модальяр спросил его, касается ли предопределенность пустяковых действий, совершаемых человеком, или в его жизни предопределены только важные вещи, вроде основного занятия или профессии, Рамана ответил, «Все предопределено». Одна из целей рождения заключается в том, чтобы пройти через определенные переживания, которые были намечены кармой для раскрытия этой жизни. Вся программа намечена, и это явно будет гасить все усилия, потому что человек не будет понимать, в чем заключается его ответственность. Является ли он куклой, управляемой силами кармы? Когда вступают в дело его свободная воля и его усилия? Рамана указывает, что в жизни есть еще одна глубокая цель, которая состоит в том, чтобы искать и найти истину для самого себя. Он говорил, что единственная полезная цель жизни заключается в том, чтобы обратиться внутрь и понять, что больше ничего не нужно делать. Поэтому Рамана постоянно втолковывал всем, что окончательная истина доступна немедленно. Она доступна здесь и сейчас. Однажды Натананда спросил у Раманы, может ли каждый человек непосредственно, без всяких сомнений, узнать, что именно является его истинной природой? Рамана тут же ответил, это несомненно возможно, ибо окончательная истина очень проста. Это не что иное, как пребывание в своем собственном состоянии. И это главное послание всех религий и вероисповеданий. Долг каждого человека оставить в покое свою жизнь, в течение которой автоматически регулируется Создателем, согласно его законам, и направить усилия на осознание истинного Я. Непреклонно идти к цели, следуя внутренним путем, и используя для этого тщательное самоисследование. Используя вопрошение об источнике человека, сам человек, который вопрошает, сливается с источником сознания. Внутреннее Одиссея редко проходит кладка. Человек полон заблуждений, и это может сбить его с пути. Например, люди приезжали в Шри Рамана Ашрам для того, чтобы подышать его разреженным воздухом. И вместо того, чтобы сдаться его текущей потоком милости, они вовлекались в управление Ашрамом. Рамана со смехом говорил о таких посетителях. Казалось, что во время своего первого визита в Шри Рамана Ашрам они светились. Во время второго своего посещения они обнаруживали, что Ашрам работает неправильно. В третий раз они уже начинают давать советы. В четвертый они лучше знают, как нужно тут всем управлять. В пятый раз они обнаруживают, что управление Ашрама неэффективно. А в шестой свой визит они уже считают, что нынешний персонал должен уйти, оставив Ашрам на их попечении. Таким образом, они увязают в вещах, не имеющих никакого отношения к поиску. Когда такие люди жаловались, Рамана говорил им, «Помните, ради чего вы пришли сюда?» Это касается, конечно, не только их визитов в Шри Рамана Ашрам, но и самой цели человеческой жизни. Пока человек не обнаружил скрытую истину и не освободился с ее помощью от кармической цепи, он должен постоянно помнить о том, что освобождение это единственная стоящая вещь. Рамана даже бронил тех, кто вместо того, чтобы заниматься собственной садханой, тратил время, думая о других и общаясь с ними. Один преданный как-то сказал Рамане, «Я нахожусь здесь уже много лет. Другие люди входят в самадхи. А стоит мне закрыть глаза хотя бы на минуту, как мой разум тот же начинает путешествовать по всему миру». Рамана ответил ему, «Почему ты думаешь о других? Пусть они медитируют, спят или даже храпят во сне. Смотри за собой. Всякий раз, когда твой ум уходит в сторону, возвращай его к поискам». Однажды Пхагаван сказал преданному, «Как только ты просыпаешься, посмотри на себя в зеркало. Оно покажет тебе щетину, от которой тебе нужно избавиться. И вместо того, чтобы попусту тратить время, начинай бриться. Только небеса знают, когда закончится отведенное тебе время. Следовательно, не искать истину с помощью тщательного самоисследования подобно самоубийству. Многие люди хотели бы объяснить свою праздность или не неспособность выполнять самоисследования тем, что им мешают внешние обстоятельства. В этих случаях Рамана спрашивал, «Зачем вам зависеть от того, что не в вашей власти? Занимайтесь тем, что вам по силам, тем, что вы можете контролировать, и оставьте в покое то, с чем вы ничего не можете поделать». Нужно правильно использовать данную Богом свободу, которая заключается в возможности обратить свою внутрь. И это нужно делать всегда. Что касается неблагоприятных жизненных обстоятельств, то Рамана понимал, что у каждого человека полно неприятностей и сострадал людям. Но в то же время он говорил, «Вы имеете возможность никогда не зависеть от удовольствия и боли, которые являются средствием действий. Воздействие какого-то события на вас должно быть нейтрализовано за счет изменения вашего отношения к этому событию». Иногда Рамана советовал предоставить всеуверенные руки Сангуру и полностью сосредоточить ум на усилиях, направленных к самореализации. Рамана говорил, «Почему бы вам не сделать то, что делает пассажир, едущий в вагоне первого класса?» Он сообщает проводнику место своего назначения, запирает дверь и ложится спать. Все остальное дело проводника. Если вы будете доверять своему гуру, так же, как вы доверяете проводнику на железной дороге, то этого будет вполне достаточно для того, чтобы вы достигли места назначения. Когда кто-то докучал Рамане просьбами о Даршане Шри Кришны, Рамана говорил так, «Почему бы вам не оставить Шастра-кару Кришны самому Кришне?» Нам также известен совет, который Рамана дал Ганапати Муни. «Все время оставайся тверд сердцем. Бог определит твое будущее и выполнит работу. Не волнуйся, то, что должно быть сделано, будет сделано в надлежащее время. Прибывай в сердце». Жизнь обретает смысл, если мы радостно следуем внутренним путем, помня, что наше дело – это практиковать вечару, а все остальное сделает внутренний источник. Блаженство – это не конечный продукт, который обретается только при достижении цели. Оно ощущается во время дороги домой, во время путешествия к сердцу. Спасибо, Мэри. Спасибо, Роберт. Редактор субтитров Корректор А. Редактор субтитров Корректор А.